Итак, нам нужно срочно возвращаться в отель. Комната 106. Как я уже говорил, разработчики схалявили в третьей части Silent Hill, скопировав город из второй части, но ладно бы они его просто скопировали и сделали бы его полноценным, живым, где можно было что-нибудь делать, но весь город Silent Hill это по сути дела всего лишь три улицы. И нужен только для того, чтобы добежать от гостиницы до госпиталя и обратно, но также еще немножечко пробежаться по дороге по пути в парк развлечений. Здесь просто понатыкали монстров и даже они удосушились положить хоть какую-нибудь аптечку. Да, но собак натыкать не забыли. Не, не сюда, поворот. Немножко дальше. Так, номер 106. Да, к сожалению, от части к части самого города Silent Hill становилось все меньше и меньше, и в четвертой части его уже там совсем практически не осталось. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Но он оставил сообщение. Что-то есть еще один здесь? Нет, нет, просто я. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, что он сказал? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, куда он сказал? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Доброе утро! Поехали! Это может быть единственное место. Поехали на Натан Абли. Это немного далеко. Но немного чем в небе. Это для того, чтобы сообщить? Угу. Спасибо. Докласс действительно сказал так? Что происходит? Ты не веришь мне? Врунишка. Что у нас со здоровьем? В принципе, терпимо. Итак, Винсент нам сказал отправляться в парк развлечений Лейксайд. Именно рядом с ним, как ни странно, находится церковь. И многие поначалу могли подумать, что это балканская церковь из первой части Саунхилла. Но это совсем другая церковь. Итак, здесь нам не дадут воспользоваться лодкой, как во второй части Саунхилла, а нужно будет пешочком бежать самому по Натан Авеню и дальше по Стэнфорд Стрит. Как вы помните, во второй части у Джеймса по Натан Авеню был проломан мост, и он не смог добраться по этой улице до отеля Лейквью, который также находится рядом с парком развлечений. Но... Это был Джеймс, а то Хизер. Как мы знаем, что больное подсознание может рисовать всякое. И поэтому не факт, что мост на самом деле был разрушен. Да, кажется, что бежать очень далеко, но... Разработчики нас пожалели, и... большую часть пути просто... не покажут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У... О... 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 Хизер, что с тобой? Почему ты вдруг схватилась за живот? Да, к сожалению, нам не дадут побегать по нормальному парку Лейксайд. Что в первой, что в третьей части этот парк нам представляется вот в таком вот кошмарном виде. И мы попадаем в то самое место, откуда игра и начиналась. Внутри этой коробки труп. Тут нет ничего интересного. Хизер, по-моему, здесь будет говорить новые комментарии, не те, что надувало раньше. Это карта парка развлечений, но я не могу взять её с собой. Да, у меня нет карты этого парка. И здесь он будет несколько побольше, чем в первой части. Огромный костюм кролика. Это разве не талисман этого парка развлечений? Я не хочу заглядывать в него. Изнутри идёт ужасный запах. Похоже, что разлагающегося тела. Кстати, есть один интересный момент. Если мы ещё раз изучим медальон. Внутри есть камень, похожий на маленькую красную таблетку. Когда я спросил о папу, что это, он сказал, просто счастливый талисман. Но потом он сказал, чтобы я хорошо обращалась с ним и никогда не снимала. Интересно, почему, когда я смотрю на него, где-то внутри я чувствую боль? Да, здесь ничего не поменялось с прошлого раза. Всё так же дофига монстров. Но, кстати, собаки нету. Да, мы уже посещали этот магазинчик, но, к сожалению, ничего интересного здесь тогда не нашли. Посмотрим, что в этот раз. Здесь много разных вещей, но ничего, чтобы мне пригодилось. К сожалению, у меня осталось всего три бутылочки, четыре аптечки, две ампулы, 85 патронов для пистолета и всё. Ни для дробовика, ни для автомата патронов у меня больше нет. Здесь плюшевый кролик. Ряд рубашек, мне здесь ничего не нужно. Что это было? Я взял овеленую говядину. И так же здесь есть ампула. Я был бы рад, если здесь ещё были и патроны. Плюшевые игрушки, ничего особенного. Кролики различных цветов и мастей. Что это был за шум только что? Коробки с шоколадом. Магазин сувениров. Я взяла ключ от американских горок. В банке из-под печенья ничего не осталось. Я думал, это банка для печенья, но похоже, тут никогда ничего не было, кроме ключа. Оу, чуть не пропустил. На прилавке лежит две пачки патронов. Возможно, здесь есть что-то ещё, что я упустил. Давайте ещё немножко осмотримся. Ага, замок сломан. Сюда мы пройти не можем. Кизер, ну подскажи мне. Поверти своей... ...красивой головкой. А то я сам ни черта не вижу. Но похоже, что всё. Здесь ещё одна дверь. Но она тоже сломана. Так, мы подобрали ключ. На бирке написано «Крутой перевал». Он лежал в коробке из-под печенья. Мне всегда хотелось иметь один из них. Да-да-да. Старше нужно движать. И не останавливаться. Где-то. Где эти русские горки? В Америке эти горки называются русскими. А у нас американскими. Что это за чертовщина? Я чувствую, что подхвачу нечто мерзкое, если дотронусь до этого. Мне действительно лучше не трогать это. Да, да и не то, что бы мне хотелось. Это, наверное, какое-то устройство для управления американскими горками. Я не знаю, как заставить его работать. Здесь слева выключатель, управляющий питанием. Это похоже на панель управления американскими горками. Их оставили включёнными. Выключить питание. Да. Мы помним, что произошло. Схизор в её сне. Поэтому лучше питание нафиг выключить. А там ещё, кстати, что-то лежало. Да. Бутылёк. Да. Раскидываться таким не стоит. Ладно, нам опять придётся прогуляться немножко. Тихо-тихо-тихо, Хизер. Немножко прогуляться по рельсам. Да. Только не падай, я тебя умоляю. Это раз тихо. Не слышно никаких чавканий. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Then I truly do pity you Hmmmmmmmmmmmmm Продолжение следует... Да, в этот раз нам удалось выжить благодаря этой кассе. Эта касса тут ничего необычного. Скажи спасибо этой кассе, что она помогла тебе не сломать ноги. Итак, наш детектив Дуглас встретил эту чертову фанатичку, которая хочет создать некий идеальный рай. И похоже, что она действительно искренне верит в это. Это лоток с попкорном, ничего интересного. Карта у нас не появилась. Так, что там написано сверху? Какой-то особняк. Кстати, если вы заметили, то у нашего детектива... По-моему, такой же абсолютно пистолет, как и у нас. Могилки. Дом ужасов в Борли. Хм... Вход в дом с привидениями. Добро пожаловать в Борли. Добро пожаловать в Борли. Мы так рады, что вы пришли. Пожалуйста, придите внутрь и посмотрите вокруг. Когда вы чувствуете, что вы готовы, то идите через дверь. Очередной аттракцион в парке развлечений, похоже. Что вы слышали? По-моему, это размеры. По-моему, этоně. Чем-чем-чем-чем-чем. По-моему, это пaid. Ой, по-моему, это был моим голосом. Поверь ли тебе? Какая-то семя, чёрная семья. Пotion-чёрная группа. Anyway, I'm lying It's all just a joke I wanted to scare you, that's all The truth is, only one person died By suicide The truth is, only one person died It's Danny, a quiet young man, but quite friendly as you can see He was so eager to meet you His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way Oh, maybe you might know Where is the path to heaven? I don't think they wanted to do it Who can do it? It's just a doll, sitting in the chair Danny is a doll Or Danny is the one who lives? Oh, okay, what's the difference, it's not important Yeah, really, Hither This mansion is quite old, so please watch your step Sometimes the floor suddenly gives way And beneath the floor, there's nothing I'm so sorry This place is just falling apart The mechanism is broken, you see It wasn't supposed to stop there I assure you There's the exit I hope you enjoyed your tour Please come back anytime Or if you'd prefer We could come and visit you instead Oh, that was supposed to be the exit But it seems that no one wants you to leave Everyone really likes you They want you to stay with them forever I have to agree with them Don't be afraid The red thing is much easier the exit But it seems that no one wants you to leave Everyone really likes you Oh, there's a lot to stay with this mansion is quite old So please watch your step There's the exit I hope you will... That was supposed to be the exit But it seems that no one wants you to leave Everyone really likes you They want you to stay with them forever I have to agree with you Oh, there's a lot of people who are not supposed to be Теперь тем, как в лабиринтах ходить. Набивать здесь вообще никого не вариантов. Нигде таких здоровяков. Ну, черт, а где здесь выход-то? Вот он. Здесь, по-моему, ненамного легче. О, нет. Вот, собаки. Черт. Вон, тихое, укромное место. Похоже, оно даже здесь существует. Что это? Это реклама какого-то детского музыкального представления. Похоже, все происходило на этой сцене. Цепь. Что за цепь? У нее крюки на обоих концах. Выглядит весьма прочной. Это реклама музыкального представления. Красная туфля. Одна кроваво-красная туфля. Она лежала на сцене. Для меня слишком маленькая. Хотя не сказала бы, что хочу надевать я. Так, что дальше? О, ну, хоть что-то. Патроны для дробовика. Так, отсюда мы, по-моему, пришли. Блин, как тяжело без карты иногда. Я уже плохо помню этот парк. Но хорошо помню, где нужно эту цепь использовать. Это о лошадке Хью. Одном из талисманов парка. Но тут много информации, которая мне сейчас совершенно не нужна. Так, кто же был талисманом? Кролик или лошадкой? Или они оба были талисманами? Еще какие-то звери нарисовано. Даже кошечка какая-то. Это о кошечке Китти. Хм, тоже талисман. Кажется, у этого парка было очень много талисманов. Меня извините, но... Мне нужно убивать. Я тороплюсь. Хм, а здесь, как ни странно, стало тихо. Где же вроде кто-то был. Похоже, собаки сбежали от меня. Тут ничего интересного, всего лишь труп. Так, нам нужен этот аттракцион. Патроны. Выключатель выключен. Какой смысл включать это сейчас? Забудь об этом. Окей. Здесь у нас будет небольшая головоломка. Не похоже, чтобы дверь была заперта. Но я не могу открыть ее. Может, она заржавела. Я недостаточно сильная, чтобы сдвинуть ее, сколько бы я не дергала. Должен быть какой-то способ. Да, это подсказка. Здесь нам пригодится цепь. Я прикрепил цепь к дверной ручке. С этой стороной все в порядке. Надо сделать что-нибудь с другим концом. Теперь, если бы я смогла натянуть цепь чем-нибудь мощным... Ну, конечно же, каруселью. Чем же еще? Здесь как раз вон труба даже есть, за которую можно прицепиться. Этот столб. Это сработает? Конечно, хизер. Я прикрепила цепь к столбу. Ну что ж, мы готовы к операции. Так, стоять. Здесь только один спуск с этого аттракциона, по-моему. Да. Запыхалась бедная. Поехали. Вот был бы облом, если бы просто ручка оторвалась. Но нам повезло. Доверя открылась. Так, куда я опять побежал-то? Что меня все так тянет на эту карусель? Дуглас! Ты поздно. Ты болен? Я не могу двигаться мою правую ногу. Я думаю, что все боли. Я позвоню в амбуланс. Что? Я не думаю, что я буду прийти. Докум, я не знаю. Я не знаю, что это. Ты... Ты... Ты old fool! Ты должен курить себя как-то. Я sorry. Ты должен ли вам это сделать? Ты даже если ты уйдешь? Что мы сделаем, если этот бог-то будет родиться? Какой-то... Как мощный бог из этого будет? Я уверен, это будет не большой. Но, ну, что-то будет происходить. Ага, кто знает. Может быть, мы бы все равно были бы лучше, если это было. Но если это как это был Готов-Mercy, я не хочу больше всего этого. Это очень хорошая причина для того, чтобы выиграть свою жизнь, не ты думаешь? Плюс, я просто не дурак, да? Вы думаете вы Суперман или что-то? Вы знаете, я всегда хотел бы быть Суперман. Да? Я хочу помогать. Вы не должны быть ответственностью. Я знаю, что это не ваша причина. Вы... Вы помните мне о моем сыне. Вы сказали, что никто не будет кричать. Девятый человек не дурак, и не у них нет. Вы чтобы морковь была к себе. Вы не будете кто-то улетел с ageю, �로 погибли. А и шли, что-то приделая неприемость. Вы не хотите дуракать. Вы не знаете, что-то умер. Но это не просто. Ребята, я не хочу ничего. Ребята, что-то рисую не дураковать на поверье. Вы не дуракать. Sorry, I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah, well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. You just rest. I'm not sure if I was a detective. I'm not sure if I was a detective. I was probably a police officer. And, I guess, he could kill my son. But it's only a predetermineer. Кролик совсем раздавлен. Этот вагончик выглядит очень тяжелым. Что случилось с человеком внутри? Я думаю, что ничего хорошего. Вообще, если его используют как подставку под сломанную ножку этого вагончика. Ну что ж. Тихо. И это радует. Что это за место? Что там написано? Дом Фортуны. Давайте посмотрим. Здесь какой-то блокнот. Ладно, к нему мы еще вернемся. Голова куклы. Может погадаем? Этот символ обычно выглядит неестественным и странным. Но здесь он смотрится в некотором роде на своем месте. От этого я все еще чувствую себя жутко. Будто кто-то заглядывает в мой мозг. Да, Хизар, это все воспоминания. Похоже, они постепенно к тебе возвращаются. Все в крови. А это у нас, похоже, дневник Дугласа. Клиент Клаудио Вульф. Запрос найти Олесу Гелеспи. Далее ребенок, похищенную мужчином по имени Гарри Майсон. Ни слова от полиции. Место похищения неизвестно. Статья из старой газеты Сайлент-Хилла. Олеса Гелеспи погибла в огне. Связь с этим делом расследовать приоритет низкий. Использует псевдоним Хизар. Соседи не знают настоящего имени. Что она скрывает? Записная книга Дугласа. Так. Что это, все записи, которые там были? Нет, есть еще. Согласно записям, 24 года. Клиент, говорит, выглядит на 17. Правдоподобно. Жила в Портленде 12 лет назад. Впуталась в убийство. Гарри подстрелил подозреваемого. Признана самозащитой. Так, чтобы наказания не было. Уехала немедленно. Стала пользоваться псевдонимом. Определенно нет связи с преступником. Какой-то оккультный фанат. Слегка не в себе. Из Сайлент Хилла. Так, а это уже похоже все. Голова куклы. Будь это целая кукла, была бы довольно милой. Но только голова, откровенно жутко. Мрачное местечко. Что это у нас тут? Стеклянные какие-то окна. На самом деле, это как будто бы стеклянные гробы, а в них маленькие тела в робах. гномы, а это похоже Белоснежка. Это кукла Белоснежки. Так, что тебе дать? Я положила голову куклы, а в руку Белоснежки. Так, а ты у нас, похоже, Золушка. Тебе мы отдадим туфельку. Итак, как вы помните, было 7 гномов, но здесь мы видим только 3. Но, как ни странно, здесь есть раз, два, три, три, четыре стеклянных гроба. И похоже, что там как раз и лежат четыре оставшихся гнома. какого-то хрена в ритуальной одежде. И все это выглядит очень странным. Так. Тут на земле фотографии. Что это? Да. Подсказка для дураков, похоже. Так. А что было в другой двери? На двери нет ручки. Дверь плотно закрытая, не сдвигается. Сколько бы я не толкал ее. Ну, ладно. Здесь, похоже, должна была ездить вагонетка. Ух ты, какой дракон. С сокровищами. Это дракон, охраняющий сундук с сокровищами. Это просто кукла и совершенно не страшная. Да, особенно после того, что ты насмотрелась тут уже, Хизер. Это действительно не так уж и страшно. Так. Похоже, нам сюда. Что у нас патроны? И здесь, кстати, есть интересный длинник, который обязательно стоит почитать. Далее сказала, сказала, что та девочка демон, что она забрала мою дочь, чтобы принести в жертву. Но это не наверняка. Я хочу сказать, внешность может быть обманчивой. Когда я увидел фотографию в подвале госпиталя, я подумал, эта девочка выглядит как Шерил. Из-за этого я испытываю такие чувства. В любом случае, что-то не так. Из-за этого не выйдет ничего хорошего, но я просто не могу думать о ней, как о демоне. Это мое воображение, или я действительно испытываю жалость к ней? Почему мне кажется, будто она ищет кого-то, кто поможет ей? Шерил, вот что для меня важно. Все остальное может подождать, пока я не верну ее. Здесь в конце дата и подпись. Дата около 17 лет назад, и подписано Гарри. Папа? Да, ребят, как вы помните, Гарри Мэйсон любил оставлять различные записки. Таким образом, он сохранялся и думал, что, возможно, кто-то в будущем может это прочитать. И, как ни парадоксально, эти записки через 17 лет прочитала его же дочь. Хоть и не генетическая, но все же дочь. И это та самая карусель. На которой нам пришлось убить Сибил Беннет. Это что, опять трупы? Так, что у нас со здоровьем? Так, вроде немножко полегче. Так, здесь что-нибудь написано. Дьявольские лошади. Только посмотреть на их физиономии. И прибиты крюками, и выдыхают какой-то яд. Тут записка, прибитая к боку лошади огромным гвоздем. Когда 13 обратятся четырежды, ты умрешь от их проклятия. Если ты хочешь сбежать, есть все же один выход. Убить, прежде чем будешь убит, ты будешь спасен 12-й смертью. И так, как ни странно, но нам нужно как можно быстрее убить 12 лошадей. Пока они не убили меня. Главное не попадаться под эти пары ментов и эвкалипта. Кажется, я не попадаю. Нет. Умри, лошадка. Демонический лошадь. Демонический лошадь. Мне кажется, даже игра как будто бы тормозит. Возможно, это так и есть. Похоже, мой GTX 980 не справляется с такой чудо-графикой. Мне надо поторопиться. Иначе это может сейчас плохо закончиться. Последнее. Все. Так, вроде все. Или я какую-то пропустил. Нет, похоже, что все. Что? Опять поехали? Что? Давайте, как нужно! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не отходите от нее слишком далеко Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да что ты бегаешь, как ненавидно? Ах ты! Кажется, нахерово. Нажерем аптечку, что делать? Наконец-то. А вот сейчас лучше ставить нахрен дробовину, так как сейчас Олеса возьмет автомат. Шесть патронов я, по-моему, нашел, да? Да, кстати. Будем надеяться, что надо уходить. Да как ты блокируешь его? Охренеть. Да. Мне кажется, проще было ее дальше продолжать мочить катаной и просто далеко не отбегать. Это что, вообще, что ли, больно не чувствуешь, что ли, а? Стоять. Стоять. Лошадь, отойди, ни хрена, не видно за тут теплёй. Аптечка. Так, что на жизнь? О, она. Есть. Все-таки дробовики изрядно поранил. О, она. Что это вообще было? Итак, что это вообще было? Для меня было бы лучше умереть Так или иначе, тут нечего бояться Этот ребенок, этот демон Когда я думаю о бесконечной боли, что он принесет, когда будет рожден? Я решила, что вместо страданий и жестокости, которые я перенесла в той ужасной комнате Я лучше подарю себе более тихую и спокойную смерть Почему я сопротивляюсь? Я никогда не думала, что я такая глупая Олеса Я думаю, немного странно для меня обращаться к тебе так, поскольку ты – это я Но знаешь что? Ты и я думаем все-таки по-разному И это вовсе не значит, что я не помню ту ужасную комнату И опять эта овальная дыра из плоти И что же нас там ждет? ПОДПИСКИЙ СТЕК계